друзья всем привет сегодня хотел немножко рассказать о приточной вентиляции приточной вентиляции это то что воздух который входит в квартиру с улицы в обычных домах откуда такая вентиляция берется никто не знает потому что во первых стоят везде пластиковые окна они герметично закрываются и не дают доступ воздуха с улицы в квартиру но также двери у нас плотно закрываются и тоже не дают воздуху войти в квартиру соответственно мы получается живем в термосе и у нас стоит вентиляция которая должна высасывать воздух из квартиры но так как воздух квартиру не поступает соответственно и нечему его высасывать то есть это как в банке с водой когда наливаем воду в банку, излишки воды начинают выливаться. Вот то же самое происходит и с вентиляцией. Когда воздух заходит в квартиру, через вентиляцию лишний воздух выходит. Так, ну что ж, теперь о том, откуда берется эта принудительная вентиляция. Вот здесь вот у меня в общем установлено пластиковое окно от застройщика. Нахожусь я сейчас в Sunrise City. Это новостройка такая, большая, шикарная в городе Наберной Челны. Так, и вот в общем, вот эти вот окна пластиковые, которые здесь установил застройщик, есть такой один небольшой момент. Сейчас я вам покажу. Так, и в общем, вот такой вот момент. Обратите внимание, ну тут стоит замочек, это блок от детей, чтобы дети не смогли открыть. И вот из-под этой вот, в общем, рамки, вот рамка прижимается, якобы должна полностью прижиматься к окну, но, к сожалению, она полностью не прижимается. Вот здесь вот образован такой двухмиллиметровый зазор. И вот отсюда с помощью зажигалки я вам сейчас покажу. Ну вот, короче, воздух. Воздух заходит в квартиру. Вот, смотрите, видите? Вот. Сейчас зажигалка даже может. Вот. Здесь его очень много. Отрегулировать окно не получается, потому что регулировка у нас зима-лето находится здесь, здесь и здесь. А с нижней части вот эта регулировочная планка отсутствует. Тут она то ли обломана, то ли ее просто тут не было. В общем, ее здесь нету. Закрою окно. Получается, что мы не можем отрегулировать ее так, чтобы прижать полностью эту раму косяку, каркасу. Ну, в общем, не получается. Так. То есть, створку мы не можем прижать плотнее к раме. И, соответственно, у нас получается, что вот здесь вот образован зазор. И откуда дует ветер? Дует он хорошо. Даже слышно, как шумит. И вот здесь, в общем, смотрите, вот, обратите внимание, видите, вот такая вот грязь. Это вот пыль с улицы, которая заходит в квартиру. Так. Ну, как бы, ладно, ерунда. Вот это можно поменять. Здесь резинки уплотнительные. То есть, и за счет них можно сделать так, чтобы рама прижалась, то есть, створка прижалась плотнее к раме. Но застройщик еще раз позаботился о том, чтобы мы полностью не закрыли герметичное окно. Чтобы все-таки была естественная вентиляция в квартире. То есть, она была здесь приточка. Так. В общем, рама такая нормальная. Ну, агретев ее получше, я нашел еще один интересный момент. Так. Сейчас я нахожусь в верхней части окна. Вот она, наша створка, в общем, которая должна прижиматься плотно к раме. И вон там вот такая вот тоже образовалась пыль. То есть, соответственно, оттуда тоже у нас поступает воздух. Ну, я подумал, такая же причина, как и снизу. То есть, плотно не прижимается. И решил посмотреть поближе. И увидел такую вещь. Вот она. Смотрите. Интересная. Интересная штука. Здесь рама практически не доходит до створки окна. И у нас образовался вот такой вот там 5-миллиметровый зазор. Даже вот через него можно увидеть улицу. вот эта вот рама вот эта она выше. Выше, чем наша створка, которая должна закрываться. И вот здесь вот отверстие, через которое должен поступать воздух вот в эту раму для того, чтобы здесь была циркуляция и не было запотевания. вот у нас окно при закрывании просто не достает до нашей рамы. То есть створка не фиксирует и полностью герметично не перекрывается. А все из-за того, что сама рама окна у нас то ли она ее перекосила при монтаже, то ли она была сделана не по тем размерам, что створка. В общем, вот такая вот приточная вентиляция получилась вот за счет вот этого вот зазора между окном. Но пока на улице там почти плюсовая температура, не сильно ощущается, что холодно в квартире. А когда на улице было минус 12-15 градусов, здесь в комнате было заметно прохладно. Поэтому я вот находясь вот возле этого окна ощущаю своей рукой как и ветер просто проходит в квартиру ну за счет батареи, которая стоит под окном как бы воздух тут прогревается, но все равно когда были холода здесь было прохладно. Поэтому когда принимаете квартиру от застройщика обязательно проверяйте все окна на их герметичность, чтобы они работали, потому что пока вы не приняли квартиру вы можете это им предъявить и чтобы они могли это устранить. Но после того, как квартира уже была вами принята, ну это конечно можно сделать, но уже будет сложнее. Поэтому обязательно осматривайте полностью квартиру перед приемкой. А если вы сами это не можете, то можете пригласить специалиста, который занимается ремонтами, отделкой, ну или окнами, для того, чтобы можно было комплексно осмотреть всю квартиру для принятия решений или принятия квартиру в эксплуатацию, то есть для того, чтобы можно было сделать акт приемки передачи, для того, чтобы в дальнейшем у вас уже не возникало проблем относительно данной квартиры, ну вообще вашей квартиры, которую вы хотите приобрести. Ну что ж, на этом у меня все, я думаю, все было понятно и вы поняли какой, что такое приточная вентиляция, откуда она берется и как с ней бороться. В этом случае нужно бороться, потому что слишком такая естественная принудительная точнее приточная вентиляция вам, конечно, ни к чему. Лучше это делать хорошими способами, которые уже давно изобретены. О них я расскажу вам чуть позже, тоже сделаю видео про такую вот приточную вентиляцию. На этом у меня все, всем спасибо, всем пока.